Что мешало запустить так называемую сенсорную кнопку? Сенсорную кнопку мы еще в 208 году поставили, сдали ее. И я скажу тем, что говорит, что она не сертифицирована. Она сертифицирована, она по всем правилам, потому что в Верховном Совете ничего не может стоять, того, что не сертифицировано. Да и люди, которые так говорят, они просто хотят какую-то тень навести. А ее невведение, это чисто желание Верховного Совета или Управления Верховного Совета делать так, чтобы было возможно капкадавство. Это чисто их желание. Виси эту кнопку, можно было за 5 минут. Никаких проблем нет. Это то, о чем вы говорили. Когда для того, чтобы проголосовать нужно... Да, вы попробуйте проголосуйте. До конца держите, не отпускаете. Пока не появляются результаты. Вот один за, видите? Вот это ваш голос принят. Хорошо. Теперь ваш голос был передан Верховный Совет. То есть система избежания к навкадапса, к навкадапсу, депутат должен, у него должны быть заняты две руки. Две руки он должен быть на стуле, так и у них должны быть две руки. Это проблема, которую поднял на уши всю страну, она не стоит выделяется. Это вообще не проблема. Для того, чтобы перейти к сенсорной кнопке от режима, который существовал и сейчас в Раде, нужно ровно пять минут. Все готово, математика готова. Это стоит. Все работает. Еле тому назад я звонил в Раду, разговорил с ребятами. Они прогнали весь зал и проверили полностью работу сенсорной кнопки. Все сенсорные кнопки 450, 450 кнопок в зале работали великолепно. Проблем никаких нет, потому что я разработчик. Меня это интересовало. Значит, 450 кнопок в зале прекрасно работает. Но когда дело коснулось теперь запуска на голосование, то есть это они провели технические условия, то есть прогнали систему. А теперь, когда выходят на сессию, а вот я же вам покажу. Вот все, что для этого нужно, это вы сняйте и поставите на саму. Все. В Верховной Раде стоит сенсорная кнопка. Она подключена к пульту. И на этом пульте, то есть в них, в аппарат, вот здесь вот, стоит вот так вот, без фиксации. И они голосуют все. У Яценюка там был какой-то мальчик, охранник, да, с которым они приезжали. Вот Яценюк, когда приехал с этим парнем, у него были настолько длинные пальцы, что он вот так вот взял сенсорную кнопку и может достать вот сюда. И вот одной рукой, одной рукой он нажимал здесь, здесь, следующий нажимал вот это здесь и получалось, что у него его пульт и кусок того пульта, то есть можно было что-то накрутить. Поэтому мы поставили его внизу, там они разнесены, и вот отсюда, снизу, вот сюда уже не дотянуться. Но когда, но все дело в том, что здесь было бы лучше, ее лучше видно. Но все дело в том, что она подсветивается так же, как и здесь подсветивается. Когда вы так вот касаетесь пальцем, оно видно, что она светит. Вот как только она засветилась, вы прекрасно знаете, что сенсорная кнопка уже сработала. Дальше вы работаете, вот эта кнопка, нажали ее, все. Появилась пиктограмма пальцев, все, ваш голос принят. Все никакой правильный. Но вы тоже так же держите. Все то же самое. Это то, что стоит в Киевраде. Три года работает, работает сенсорная кнопка, никаких нет проблем. Все, выйди из Верховной Рады, подойди к Киевраде, спроси и посмотри, что такое сенсорная кнопка. Они спрашивают у людей, которые к этому не имеют такого отношения. Если не веришь, пойди и проверь, как она работает. И когда сейчас, понимаете, вот сейчас Разумкову дают информацию, что кнопка не сертифицирована, и он эту информацию выдает. Или о том, что система неэффективна. Ему кто-то это вкладывает в уши. В действительности, это не так. Система даже Рада-3, даже в настоящее время является одной из лучших систем. А Рада-4, она вообще не имеет аналога в мире. Это новый класс систем, который меняет, в принципе, всю технологию. То есть здесь мы дали возможность на рабочем месте получить интернет. Это была проблема, так, связанная с тем, ну, с обеспечением безопасности. И поэтому... Вы имеете в виду Wi-Fi? Wi-Fi, да. Для всех лет только для парламентария? Для всех, кто в зале, так, все могут... Вот она, вот такая, вот это вы видите Раду-4, которая приготовлена для Верховного Совета. Причем, на удивление, так, институт не взял ни копейки за разработку. И еще есть одна задача, которую решают эти системы. Системы класса, вот этого класса системы, они должны быть сверхнадежными. То есть, ну, понимаете, что такое отказ? У пяти депутатов не сработает его пульт. Да, он скандал уже. И это подтверждается, если он где-то что-то не так, то оператор видит, и мгновенно происходит замена или что-то другое. Значит, тут много таких вещей, так. Но и в принципе, вот Раду-4, она снимает еще один вопрос, связанный с тем, что все, не нужно никакие печатания, никаких документов, не нужно разносить эти столбцы бумаг, которые вы видели, так. Все. Интернет есть, ты можешь получить любую информацию. У тебя этот пульт есть, ты можешь получить любую информацию. Сюда тексты законопроектов? Сюда тексты законопроектов, сюда выходят все эти зауважные или там пропозиции, и сюда выходит все, и конституция, и регламент, все сюда выходит, все сюда есть, так. Вы можете работать. А если вам надо получить информацию из интернетовской, вы берете пульти, который здесь стоит. Здесь стоит обычный, обычный, этот самый, планшет обычный. Сюда вставляется планшет, который соединен с системой, и сделан так, чтобы депутаты его не могли забрать домой. Это наш опыт. Ну, не будем уточнять так. Просто, да. Поэтому он себе, это находится с той стороны, он вынимает, и зашел в интернет, и работает нормально в интернете. Поэтому у него вся информация, которая ему нужна для принятия решения, она представляется на его рабочем месте. Ему не нужно никакой бумаги.